И обо всем по порядку. Центр избирком Казахстана не поедет на выборы в Кыргызстан. Такое решение сегодня приняли на специальном заседании. Как пояснили в ЦИК, постановление это вынесли после недружественных высказываний Алмазбека Атамбаева. Действующий кыргызский лидер ранее заявляла попытки повлиять на итог избирательного процесса в их стране. Уже в это воскресенье там пройдут выборы нового президента. В гонке участвуют 11 кандидатов. Илья Рыбин расскажет, как электоральный период повлиял на добрососедские отношения. Сегодня на заседании ЦИК прозвучало неожиданное заявление. Делегат от Казахстана Марат Сарсембаев, который должен был отправиться в Бишкек, чтобы наблюдать за президентскими выборами, в это воскресенье предложил воздержаться. Республика Казахстан, как самостоятельный субъект наблюдения за выборами, должна отказаться от наблюдения в Кыргызской республике, что позволит выбить почву для дальнейших возможных провокаций. Но это решение касается ЦИКа. 46 казахстанских наблюдателей будут мониторить выборы в составе миссии СНГ, ОБСЕ, ШОС и других организаций. Высказывание президента Атамбаева по поводу вмешательства казахстанского руководства в процесс выборов прокомментировал накануне и сам Нурсултан Назарбаев на саммите глав государств СНГ в Сочи. Я там все вранью. А ранее на речь Алмазбека Атамбаева отреагировал премьер-министр Бахаджан Сагентаев. Отправили ноту протеста и наши дипломаты. После чего буквально встали пункты пропуска на границе наших государств. Политологи не раз говорили, что все эти громкие заявления – ничто иное, как предвыборная истерия. Ведь ранее президент Кыргызстана называл нашу страну хорошим союзником. Особенно, когда дело касалось инвестиций. Я вручил вручную страну Чазарбаеву орден Манаса в первой степени за большой вклад, высокий вклад в укрепление дружбы. Инвестиции Казахстана в Кыргызстан составили почти миллиард долларов. И я думаю, видимо, они будут увеличиваться. А сегодня Алмазбека Атамбаев вновь выступил с речью. Такой народ, у которого 3000 лет истории, я думаю, никогда не испугается трехдневной блокады. Казахстанские политологи уверяют, что все это – ничто иное, как план действующего президента по устранению главного оппонента из политической гонки. Досадно, что от этого страдают обычные люди. Дипломатический конфликт постепенно перерастает в информационный. Но самое главное, чтобы это не переросло в очень серьезные проблемы даже после выкупа. Выборы президента Кыргызстана пройдут уже в это воскресенье, 15 октября. В качестве кандидатов выдвинуты 11 претендентов. В их числе трое бывших премьер-министров страны. Фавориты гонки Суорон Байжейнбеков и Омурбек Бабанов. Илья Рыбин, Дидар Елеов, Информбюро, Астана.